Когда мы говорим о росте цен, отчасти мы же говорим о том, что очень подешевел рубль. То есть то, о чем мы сейчас говорим, о том, что у застройщика появились лишние деньги... Даже доллар подешевел. ...они как бы не появились слишком лишние. У них сколько шло на стройку, наверное, столько идет. Чистой прибыли остается, наверное, примерно столько же, сколько и оставалось. Если раньше я всегда считала, однокомнатная квартира в Москве стоит там две машины премиум-класса. Ну, кстати, да, постоянно риэлторы сравнивают с машинами. Да, потому что это очень удобно. Мне один прямо конкретно сказал, я, говорит, смотрю BMW 7. Это пошло еще с 90-х, когда мы начинали заниматься риэлторством. Тогда очень многие иностранцы удивлялись, почему россияне покупают дорогие машины и не покупают квартиры. Ну, они что в них будут спать? Вот эта история, она так и продолжается. Мы меряем в машинах. Сейчас тоже две машины премиум-класса. Мы говорим о глобальном росте в огромное количество процентов, но по сути ничего не изменилось. Поэтому подсолнечное масло подорожало в три раза. Да, я слышал, что если считать в морковках, то вообще все, недвижимость подешевела, потому что в три раза морковка. Подешевела, да. Ну, раз уж вы как это взяли слово, а что происходит в Севастополе и в Крыму с ценами? То у нас вообще ничего не строится. И из-за этого наш ценник, он в два раза выше, чем у вас. И у нас спрос превышает предложение. Пока в Норильске минус 50, мы с вами не останемся без покупателей. Мы, к сожалению, вынуждены сейчас балансировать на каких-то неликвидных объектах. Я вам могу сказать статистику. Севастополь, 3,5 миллиона, это малосемейка в 20 метров 70-го года с общей кухней и с общим туалетом. Это самая дешевая... С такой общей кухней? То есть это как общежитие, что ли? Это коммуналка, типа, наверное. Это коммуналка, которую строили для работников, например, какого-нибудь судоремонтного завода. У них у каждого своя комната, но при этом у них есть общая кухня. Понял. Это самое дешевое на сегодняшний день предложение, которое экспонировалось не больше полутора недель и нашло своего покупателя. То есть можете себе представить уровень спроса на недвижимость и отсутствие качественных предложений. Мы очень ждем генплан. К сожалению, слухи говорят, опять его перенесли. Поэтому мы сейчас ставки делаем на Симферополь, открываем там дополнительный офис. И надеемся, что он оттянет у вас покупателей к нам.